Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале. Она Ольга Николаевна. И я вам обещала, что мы сегодня будем делать плов. Назовём его так. Плов по-петербургски. Почему так? Потому что на современный манер мы разучились их делать в Казани, в кастрюле, в специальных ёмкостях. Сегодня у меня будет плов в мультиварке. Мультиварка самая такая упрощённая, которую я могла себе позволить. Называется она Поларис. Стоит она совсем немного. По-моему, две тысячи с половиной. Это куплено на распродаже. У меня была как-то старая, Скарлетт называлась. Прослужила она мне, считаю, очень долго. По-моему, даже где-то лет десять. Но пока я сейчас сделаем так. Будем разговаривать. Я сюда добавлю в кастрюлю подсолнечное масло. Вот такое масло. Так, далее мы туда сбросим. Так, включим. Найдём сначала режим. Так, заходим мы в меню. Отмечаем кнопочкой. Выбираем плов. Так, следующий у меня плов высвечивает. И старт. Всё. Автоматом заложено приготовление час. Но из этого час мы с вами... Я так делаю. Я сначала добавляю туда. Вот у меня нарезанная морковь. Кстати, морковь я шинкую вот на такой длинной тёрочке. Ломтиками. Потом его стараюсь нарезать как можно вот такими удлинёнными. Удлинённые вот такие вот длинненькие полосочки. Ну, лук, естественно, здесь. Очень удобная тёрка. Очень удобная. Сейчас я вам покажу, не поленюсь. Здесь присутствует вот такая вот штучка. Когда вы уже заканчиваете, ну, любой овощ, чтобы не повредить пальцы. Она вот такая игольчатая. Вы прижимаете уже, когда остаётся немного овоща. И заходит она в паз. И дотираете, ну, практически вообще до конца. Овощи у вас протираются до конца. Я уже приготовила морковь. Приготовила лук. Но это не секрет. Каждая хозяйка знает, как это делается. И мы добавляем. Добавляем. И я добавляю сразу лук с морковью. Теперь здесь немного... Так, это у меня ещё приготовлены зубчики чеснока. Здесь я немножечко делаю так, что выжидаю какое-то время, когда оно у меня хорошенько начинает, как будто бы прижариваться. Ну, я так делаю. Думаю, что это все так делают, чтобы был повкуснее, посимпатичнее. Кроме этого, я приготовила вот такие кусочки мяса. Ну, это я уже приготовила не на камеру, а приготовила самостоятельно. Уже у меня в тарелочке приготовлено. Следующее. Рисом я, Поль, воспользовалась вот таким. Вот такой рис. Он продаётся у нас во всех, наверное, магазинах и во всех городах. Я так думаю. Длиннозерновой шлифованный рис. Я отмерила 100 грамм. Вот у меня вот в этом верном стаканчике 100 грамм. Ну, я, как я вам говорила, я живу одна. У меня особенно не для кого готовить. Если только кто-то придёт, то я, естественно, накормлю. Здесь, значит, 100 грамм риса приготовленного. Приготовила я кубик. Кубик. Разломала на несколько кусочков. Куриный кубик. Это мы тоже с вами добавим. Здесь я приготовила паприка сладкая, молотая. Мы её тоже добавили. В этом у меня итальянские травки-приправы. Мы тоже её добавим, эту травку. И я купила... Ну, у нас фермерский магазин. Купила на развес вот такую приправку. Сейчас я вам её покажу. Вот такая приправка. Специально для плова. Здесь барбарис, куркума, зира. Ну, если я правильно делаю удаление. Потому что я особенно её раньше никогда не покупала, эту приправу. А сейчас именно решила. Кстати, барбарис я добавляла. У меня был сушёный барбарис. Я раньше в плов всегда добавляла этот барбарис. Но сейчас вот в этой приправке, как бы крупно измельчённая, эти вот травы. Далее, сюда я сверху на рис уже приготовила. У меня есть приправка семь перцев. Крупно молотые. Я их тоже добавлю вместе с рисом. То есть, чтобы ваше время не занимать такими простыми вещами, я их просто пересказала, и всё у меня здесь приготовлено. Далее. Хотела с вами поделиться ещё одной вещью. У меня отсутствует... Как его назвать-то? Значит, у меня отсутствует улавливатель запахов и жира. Забыла, как называется. Вытяжка. О, забыла. Надо же, простое слово и забыла. Вытяжка. У меня была упрощённая вытяжка, всё. Но она вышла из строя, потому что, отработав она свои 10 лет, отработала, она вышла из строя. И, как мне сказали, она не подлежит ремонту. Поэтому сейчас я какое-то время живу без этой вытяжки. Но когда наступил период коронавируса, мне сказали, что не только вытяжки в этот период, когда была большая опасность заразиться, вот, не только вытяжки вредны, потому что с общей вытяжки могло сюда это всё микробы попадать. Поэтому мы не только убрали вытяжку, которая у нас, в принципе, вышла из строя, но ещё и я закрыла вентиляционные решётки. Ну, просто чем могла, тем и закрыла. Ну, там, картоночкой подклеила, чтобы вообще в квартиру не попадал посторонний сюда запах. Или же, как я уже сказала, микробы. Зараза. Поэтому на сегодня я живу без этой вытяжки. Ну, надеюсь, что всё-таки у меня в планах есть приобрести. Потому что техника, которой я пользовалась и пользуюсь, продолжаю, это, естественно, куплено очень уже давно. В то время, когда я ещё могла работать и заработать деньги, и, естественно, купить какую-то технику. Ну, я имею в виду и стиральная машина, и холодильник сюда, и ту же вытяжку. Кстати, кондиционер. Не могу никак всё купить. Хотя сейчас бывает лето такое жаркое. Невозможно просто без него обходиться. Очень тяжело переносить жару. Ну, когда я говорю работала, то, конечно, это всё где-то происходило. А так как сейчас уже два с половиной года я не работаю, мне, конечно, приходится дома большую часть проводить. И поэтому кондиционер ненадолгий период, летний, но очень необходим. Ну, будем надеяться, что когда-нибудь, возможно, на распродаже или какая-то будет акция, возможно, я его приобрету, накопив определённую сумму денег. Потому что, как вы знаете, сам обычно у нас стоит препарат, прибор. И плюс ещё такая же цена, или чуть в половину меньше, всегда установка. Ну, и обслуживание, установка, всё это очень дорого вкупе получается. Поэтому пока, вот уже у нас семь минут прошло, пока мы с вами общаемся, пока что я его приобрести не могу. Приобрести не могу, очень бы хотелось. Вот. Ну, вы скажете, может быть, у вас, если есть дети, вам помогут? Нет, я вам скажу сразу. У детей своих куча проблем. У них детки, у них свои планы и на отдых, и что-то и выросли из... Детки выросли из одежды, из там обуви, и тоже куча-куча проблем. Поэтому как-то стараюсь обходиться одна. Помощи не жду, так сказать. Помогут? Спасибо. Не помогут? Тоже спасибо. Вот так вот. Так что всё, что мы на сегодня имеем к этому возрасту, ну, как и многие, в принципе, пенсионеры, я так думаю, что особенно, за исключением некоторых, особенно живут то, что уже нажили, ну, в тот момент, когда они могли себе это позволить. Так же и я живу. Конечно, могу себе там, ну, халатик приобрести, ещё какую-то мелочь, но на горе крупных, крупные вещи, естественно, денег недостаточно. И уже покупаешь по своим доходам. Вот так вот. Теперь я с вами что ещё хочу сказать. Я, конечно, сейчас всё заправлю. В этот плов. Вы это всё увидите, как уже будет заправлено. Я, у меня стоит на этом режиме. Естественно, она отключится в это время, когда пройдёт этот период готовности. И она будет стоять на подогреве. А я в это время пойду погуляю. Погуляю. Обязательно. Я сегодня ещё не гуляла. Погуляю. Погуляю. Может быть, ну, если будет возможность, что-то сфотографирую что-то. Может быть, сниму короткий какой-то видеокадрик. И поэтому потом, возможно, я его тоже добавлю. Но это я вам не обещаю. Просто планирую, что, возможно, такое у меня произойдёт. Так, сегодня у меня мой Стас практически всю ночь, весь день проспал. Наверное, ночь будет охотиться. Вот. У них же инстинкт. Они ночью выходили раньше охотиться, живя там где-то в дикой природе. И поэтому у него зов крови, так у него и сидит внутри. Сегодня, кстати, я вам говорила, день пасмурный. Пасмурный день. Такой не солнечный, немножко унылый. Но ничего, ничего. Погуляем. Там уже будет и вечерок. Какие-то передачки посмотрим. Я почему посмотрим, говорю, я имею в виду мы с вами. Потому что, коли уже я с вами веду беседу, веду диалог, значит, я так и говорю иногда. Да, мы. А то вы подумаете, что я раз говорю мы, то, возможно, мы, там, ваше величество. Нет. Просто так вот выражаюсь. Поэтому думаю, что вы меня поймёте и не осудите. Ну, а сейчас, сейчас у нас немножечко здесь уже прогревается. Лук, морковь. Прогревается всё это. Сейчас я туда добавляю, как я вам сказала, уже немного мяса. Мясо без косточек. Ну, такое, срезанное, удлинённые кусочки. Ну, мне так больше нравится. Мяса немного. Я думаю, здесь, ну, я не взвешивала, конечно. Здесь, я думаю, ну, грамм 200, ну, может быть, 250. Потому что мясо всё-таки тяжеловатое. Вот. Сейчас мы его добавляем сюда, сверху. Вот таким вот образом у нас будет готовиться плов по-петербургски, как я уже сказала. Ну, думаю, что можно его назвать так, как кому понравится. Или кто где живёт, кто где проживает. И так можно. Потому что я считаю, конечно, возможно, так оно и есть. Там узбекский плов, он очень вкусный. И я не отрицаю. Там они по-настоящему делают. Вот так что-то у меня там не получится, что капелька попадёт между кастрюлей и этой нишей. Вот. Теперь вот он у меня уже, если вы слышите, он немножечко уже такой издаёт звук. Ну, если слышите, хорошо. Не слышите, поверьте, что это так. Далее. Сюда я сейчас добавлю сразу всё, конечно, я добавлю. Мы не будем так это мелочиться. Сейчас на мясо мы добавим вот этот кубик. Кубик. Соль я добавлять не буду. Кубик этого достаточно будет. Соли. Так. Далее я сюда добавлю чесночок. Чесночок обычно я видела, как делают настоящий узбекский плов. Они туда прям полностью опускают головку чеснока. Но мне это, я думаю, ни к чему. Тем более у меня не те объёмы. У меня просто очищенные зубочки. И я их добавляю. Добавляю сюда. Иногда я добавляю, кстати сказать, чернослив. Но сейчас у меня нет чернослива. Чернослив добавляю. Тоже мне нравится, он придаёт. Но сегодня у меня, как я вам сказала, уже барбарис. Он тоже даёт кислинку. И я первый раз, кстати, с этой приправой готовлю. Потом я, если будет возможность, или мы вместе будем кушать, или же я вам расскажу, насколько эта изюминка такая получилась в этом плове. Так. Теперь я сюда, как я вам сказала, показывала уже, добавляю немножечко этого паприки. Паприки мы добавляем. Вот из такого пузырёчка. Так. Добавляю туда итальянские травы. Кстати, с мельницей с такой вот очень удобно её добавлять. Покрутишь, и измельчённое всё сюда попадает. Вот так, как говорится, на глаз всё делаю. Примерно я уже знаю, сколько раз крутануть, и что это всё из этого получится. Теперь я добавляю приготовленный рис. Как я вам сказала, уже этого риса у меня 100 грамм. 100 грамм риса. Вот таким вот образом мы добавляем. И по моему рецепту сюда идёт сразу, вот если это у меня ёмкость там 100 грамм, если у вас побольше будет ёмкость риса 200 грамм, то, соответственно, две порции воды. Туда же мы добавляем две порции воды. Вот сколько риса вы добавили, в два раза больше, значит, водички я добавляю. И всё, закрываю. И на время, которое указано в этом режиме, у меня всё это готовится. Вот таким вот образом добавляем водичку. Водичка у меня кипячёная в этом чайнике. Ой, единственное, я не добавила лавровый лист. Сейчас я его добавлю. Сейчас, так как я ухожу гулять, я немножко ещё половиночку добавлю, чтоб наверняка у меня ничего не подгорело. Пока меня не будет дома. Так, вот таким вот образом ещё дополнительно я лопаточкой поправила, чтоб всё у меня было закрыто. Лавровый лист я добавляю. Если маленький, можно два добавить. Всё, всё, всё. Закладку мы с вами сделали. Всё. Теперь мы можем спокойно оставлять до готовности. Как вы видите, 45 минут у меня осталось. Ну и потом будет стоять на подогреве, на томлении. То есть то, что как раз и нужно для плова. Ну, на этом я, наверное, с вами пока попрощаюсь. Пожалуйста, если только кому-то понравится, может быть, кто-то скажет в чём-то ещё. Я где-то недоработку сделала. А для того, чтобы был более ароматный и вкусный, с удовольствием послушаю вас. Поделитесь, пожалуйста, своим рецептом. Но у меня так вот упрощённый такой. Конечно, если бы был это открытый огонь, на газу, в казане, это было бы немножко другой рецепт. Но так как сейчас мы с вами готовили в мультиварке, в мультиварке это такой как бы обычный рецепт. Я даже его не по книге готовлю, который обычно к рецепт прилагается, к мультиварке. Нет, я его не беру. Но поверьте, что уже в моём возрасте можно знать немножко какие-то нюансы, которые не обязательно подсматривать в книгу рецептов. Ну и если даже немножко мы отступим от этого, естественно, ничего плохого в этом тоже не получится. Всегда свежее, всегда домашнее, оно всегда вкусное. Но я думаю, что вы со мной согласитесь в этом плане. А сейчас я с вами прощаюсь на какое-то время короткое. И хочу вам пожелать благополучия, добра, хорошего настроения. На сегодня, как всегда, нам нужен мир. Мира над головой. И, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, кто не подписался. Комментируйте, задавайте вопросы, делитесь своим мнением. Ставьте лайки, дизлайки. Буду очень вам признательна. И всех заранее благодарю за это. До встречи. С вами была Ольга Николаевна. Санкт-Петербург. Так, не отключилась. Субтитры сделал DimaTorzok